В этом видео мы научимся определять относительную кислотность молекулы, опираясь на стабилизацию сопряженного основания и используя понятие электроотрицательности. Итак, слева у нас гиалуроновая кислота HA, которая является общей кислотой по теории Бёрнста-де-Лури. Мы знаем, что по этой теории кислоты отдают протоны. Если HA отдаёт протон, она теряет положительный заряд H. В результате эти два электрона перейдут к А, и у А теперь будет электронная пара с отрицательным зарядом, и А примет форму А-. А- — это сопряжённое основание для HA. Обратимся к стабильности сопряженного основания. Чем стабильнее минус, тем вероятнее, что HA отдаст свой протон. Поэтому если нам нужно определить кислотность молекулы, мы будем смотреть на стабильность сопряженного основания. Чем стабильнее сопряженное основание, тем больше вероятность, что молекула отдаст протон. И, соответственно, тем сильнее кислота. Мы знаем, что силу кислоты можно узнать, посмотрев на значение константа диссоциации кислоты. Давайте возьмём несколько молекул и посмотрим на значение константа диссоциации кислоты. И затем проанализируем относительную стабильность их сопряженных оснований. К примеру, возьмём метан. Поскольку все его водороды равны, предположим, что этот атом будет кислотным протоном метана. Его значение константа диссоциации кислоты равно примерно 48, поэтому метан совсем не кислотен. Посмотрим на аммиак. Вот кислотный протон, значение константа диссоциации кислоты примерно равно 33, а значение воды примерно равно 16. У HF второводородной кислоты значение константа диссоциации кислоты примерно равно 3. Мы видим, что значение константа диссоциации кислоты уменьшается слева направо. Это означает, что HF является самой кислотной. Если мы посмотрим на правую часть, то увидим, что кислотность молекул возрастает. Можно объяснить эту закономерность, обратив внимание на сопряженные основания. Давайте попробуем нарисовать сопряженные основания этих молекул. Если метан отдает протон, то этот электрон перейдет сюда и будет позади углерода. Давайте нарисуем углерод. У него есть три водорода и электронная пара, дающая отрицательный заряд. Теперь аммиак. Если аммиак отдает протон, то этот электрон переходит к азоту. Азот по-прежнему связан с двумя водородами, и у него уже есть одна электронная пара. Теперь он получил еще одну электронную пару, которая дает отрицательный заряд. У воды этот электрон переходит к кислороду. У кислорода есть три электронных пары, дающие ему отрицательный заряд. Это гидроксид анион. У HF, фторводородной кислоты, этот электрон переходит к фтору, что дает фтору отрицательный заряд для создания анионов тора. Мы нарисовали четыре сопряженных основания. И мы знаем, что у самых кислотных молекул будут самые стабильные сопряженные основания, что делает анион фтора самым стабильным сопряженным основанием. Давайте посмотрим на разницу между этими сопряженными основаниями. Она должна заключаться в элементах, несущих отрицательный заряд. В первом сопряженном основании углерод является элементом с отрицательным зарядом. Во втором примере у нитрита аниона азот несет в себе отрицательный заряд. У гидроксида кислород несет отрицательный заряд. И в последнем примере фтор несет отрицательный заряд. Углерод, азот, кислород и фтор находятся в одном периоде в периодической таблице. Если мы будем продвигаться по периоду, то будем наблюдать возрастание электроотрицательности. Двигаемся вправо, и электроотрицательность возрастает. Отрицательный заряд является наиболее стабильным в электроотрицательном атоме. Вспомним определение электроотрицательности, о котором мы говорили в прошлом видео. Это способность атома притягивать к себе электрон в молекуле. Вернемся к фторводородной кислоте HF и посмотрим на эти два электрона. Электроотрицательность фтора гораздо выше, чем у кислорода, поэтому он притягивает электроны к себе. Электроотрицательные атомы очень любят электроны. Очень просто увидеть, почему отрицательные заряды являются наиболее стабильными в электроотрицательных атомах. Они сильнее притягивают электроны, чем менее электроотрицательные атомы. Мы видим эту тенденцию стабильности в сопряжённых основаниях. Поскольку у анионов фтора самое стабильно сопряжённое основание, у фторводородной кислоты – самое низкое значение константы диссоциации кислоты, что делает ее самой кислотной из всех упомянутых нами. Давайте рассмотрим два других примера — этан и этанол. Мы уже сталкивались с ними в прошлом видео, когда говорили о разнице в их значениях константа диссоциации кислоты. У этана значение константа диссоциации кислоты у кислотного протона примерно равно 50. У этанола же этот протон более кислотный, и значение константы диссоциации кислоты у него примерно равно 16. В прошлом видео мы говорили, что этанол в 10 в 34 степени раз более кислотный, чем этан. Это очень большая разница в значениях константа диссоциации кислоты. И, соответственно, очень большая разница в кислотности этих молекул. Мы можем объяснить это, взглянув на их сопряженные основания. Этан отдает протон, и эти электроны переходят к углероду. Давайте нарисуем сопряженные основания. Здесь присоединены 5 водородов. У этого углерода есть электронная пара и отрицательный заряд. У этанола электроны переходят к кислороду после отдачи протона. Давайте нарисуем сопряженные основания этанола, которым является гидроксид анион. Следовательно, вот кислород, у которого теперь 3 электронных пары, дающих отрицательный заряд. Изучив эти сопряженные основания, мы видим отрицательный заряд у кислорода справа. Кислород является электроотрицательным элементом, тогда как слева видим отрицательный заряд углерода, у которого электроотрицательность меньше, чем у кислорода. Поскольку электроотрицательные атомы несут отрицательный заряд лучше, гидроксид анион, как сопряженное основание, стабильнее, чем сопряженное основание слева. Раз гидроксид стабильнее, он делает молекулу этанола более вероятным донором протона. И поэтому этанол более слабый, что отражается в значении константы диссоциации кислоты. Итак, нужно посмотреть на молекулу, нарисовать ее сопряженные основания и определить стабильность сопряженного основания, опираясь на электроотрицательность атома, несущего отрицательный заряд.